Уважаемые депутаты, ну всё, что здесь говорилось предыдущими ораторами, как раз очень даже по теме данного вопроса, я не понимаю, в чём тут сомнения могут быть у Степана Владимировича. Мы говорим об итогах работы этой думы и задумываемся о том, какая будет следующая. Естественно, как сказал сейчас председатель фракции, мы поддержим этот проект просто потому, что он назначает новые выборы, а мы за сменяемость власти. К счастью, пока ещё она у нас какая-то эфемерная есть. Не на всех уровнях, конечно, но на нашем пока ещё есть, поэтому, конечно, мы будем голосовать за. Но это не означает, что я, например, согласен с выступлением Алексея Валерьевича и с теми дифферамбами, которые он пел, всем системам электронным. Я знаю, что такое дистанционное электронное голосование, знаю по себе, в отличие от всех остальных здесь сидящих в этом зале, потому что я на выборах в Государственную Думу по обыкновенному, ручному, сравнительно честному подсчёту голосов занял первое место по центральному округу. Я занял это с большим отрывом от своего конкурента. И даже утром такую фразу Соловьёв произвёл на своём радиоканале «Яблоко получает Митрохина». Но забыли о том, что ещё есть такая штука, ДЭК называется. По этому ДЭКу я оказался, естественно, на втором месте с таким же отрывом, с каким был по ручному подсчёту. Так что не надо нам петь дифферамбы, мы понимаем, что это такое ДЭК и для чего он придуман. Хотелось бы также всё-таки ещё несколько вещей сказать на прощание и как на путствие в следующей думе тоже. Уважаемый Степан Владимирович Орлов нам тут на каждом заседании вначале рассказывал о том, что все законопроекты, которые внесены депутатами, будут рассмотрены. Значит, ни один не останется без внимания. И что мы узнаём сегодня? Ну, я не буду грубых слов говорить, но, как всегда, нас обманули. Не будут рассмотрены, в частности, мои, там около десятка законопроектов, касающихся важнейших тем, важнейших проблем нашего города и наших избирателей, москвичей. Я по пустякам не вношу законопроекты. Вот, целая пачка проектов касается охраны исторических памятников, возвращения Москве статуса исторического поселения, который украли 12 лет назад. По поводу защиты окружающей среды несколько законопроектов было внесено. Москвичи ужасаются тому чудовищному кошмару, который происходит в парках под видом благоустройства. Вот сегодня говорили о Сокольниках, могу и другие парки назвать, парк Москворецкий и так далее, где просто въезжает тяжёлая техника сотнями единиц и взрывает почвенный слой, уничтожает, просто уничтожает экологию парков. Мой проект был о том, чтобы этого не было, ввести запрет мораторий на передвижение тяжёлой техники по территории парков. Такой мораторий существует на федеральном уровне для национальных парков. Там это делать запрещено. По Лосиному острову не ездят трактора с бульдозерами. А в московских парках можно, но лежал два года у Александра Сергеевича то ли на столе, то ли в ящике каком-то, то ли в каком-то пыльном мешке этот проект. Он отказался его выносить на рассмотрение Мосгордумы. Не была внесена и моя поправка в регламент как раз по этому вопросу о том, чтобы всё-таки какой-то срок установить для председателей комиссий по внесению вопросов на заседание. Всё это Степан Владимирович нам обещал. Не знаю, может быть он по итогам вот сейчас запишется на выступлении, объяснит, вот зачем он обманывал нас, зачем он нас всех вводил в заблуждение. Уважаемые депутаты, я бы, если бы была такая система, как в школе, поставил бы работе в этой сессии нашей Московской городской думе твёрдую двойку. Другой оценки она не заслуживает.